В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Православные храмы Подмосковья после полуторамесячного перерыва открыли свои двери для прихожан. Прихожане должны находиться в масках, должны соблюдать социальную дистанцию. В Ленинском городском округе начался сезон ремонта дорог. Возобновились работы по строительству долгожданной дороги, которая соединит 6-й микрорайон и трассу М4. Сюда днем и ночью завозился песок. Порядка 120 тысяч кубов песка было заведено. Православные храмы Подмосковья после полуторамесячного перерыва открыли свои двери для прихожан. В отличие от Москвы, где верующие начнут посещать богослужения только 6 июня, в области они уже могут это сделать, но с соблюдением определенных правил. О них нашей съемочной группе рассказал благочинный церкви Видновского округа священник Дмитрий Березин. Теперь на полу в храмах можно заметить разметку, такую же, как и в других местах массового скопления людей. Эти и другие меры предосторожности, например, санобработка и проветривание помещений отныне должны соблюдаться во всех храмах. Все санитарные меры, которые нужно соблюдать, мы продолжаем соблюдать. То есть прихожане должны находиться в масках, должны соблюдать социальную дистанцию. Исповедь просим, чтобы записывали на листочке. Также во время исповеди и священник, и прихожане должны быть в масках. Новые правила необходимо соблюдать и при других обрядах. Во время крещения и отпевания они совершаются при малом количестве людей и при ограниченном контакте. Соответственно, если крещение, то у нас совершается одно, то есть приходит одна семья, да, и таким образом. Ну и во время причастия, вот те меры, которые нам были предписаны с дезинфекциями, тоже мы сейчас соблюдаем. То есть уста отираются салфетками, вот лжица специально после каждого человека протирается. Вот, ну вот, пока так. Также Благочинный рассказал, что когда людей будет слишком много и сохранять социальную дистанцию физически невозможно, некоторые богослужения будут проходить на улице. В частности, он отметил, что уже планируются службы на свежем воздухе в День Святой Троицы и в Родительскую Субботу. Помимо этого, поскольку у нас Радоница, это день после, ну, девятый день после Пасхи, когда особо молимся об усопших, на кладбище были закрыты, никто не ходил, то на Родительскую Субботу на наших кладбищах, поскольку они уже открыты, мы тоже планируем совершать, ну, такие частные литии. То есть каждый человек будет находиться у могил своих близких, и священник сможет подойти и помолиться вместе. Остались в силе и определенные послабления для верующих. Вводятся ограничения на участие в богослужениях граждан возрасте старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом. Каждый человек для себя тоже выбирает. Я знаю, что есть люди, которые сейчас все равно продолжают оставаться дома, особенно люди старшего возраста, и, наверное, ну, в этом есть тоже свое разумное зерно. Особым пунктом новых правил отмечается, что при выявлении среди священнослужителей храма коронавирусной инфекции доступ в храм должен быть закрыт для прихожан до проведения дезинфекции. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видно этого. В Ленинском городском округе начался сезон ремонта дорог. До этого весной в муниципалитете производился только ямочный ремонт. Сейчас в активной фазе находится обновление проезжих частей в Расторгуеве. Здесь меняются асфальтовое покрытие и тротуары. Подробнее в репортаже Юлии Погасьян. Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, власти Ленинского городского округа успели заключить все контракты с подрядными организациями и вовремя приступить к запланированному ремонту дорог в муниципалитете. Начали с Расторгуевской части города Видное. Сейчас технику и рабочих можно встретить на улице Тинькова и Петровском проезде. Там незначительные объемы ремонта и довольно сгруппированные логистические эти дороги недалеко друг от друга. Поэтому там было удобнее начать. И мы Расторгуевскую часть планируем закончить до середины июня, до 15 числа. Мы оттуда выйдем. Новая тротуарная дорожка появится вдоль Расторгуевского парка отдыха. Существующий там тротуар обновят. Поменяют покрытие вместе с бордюрами и на противоположной стороне от парка. Таким образом тротуар заменят по всей улице Тинькова. Хорошо бы сделали. Конечно, приятно, что будет. Ту же процедуру делают и на Петровском проезде. Здесь тоже обновят тротуар, а также заменят дорожное покрытие. Сейчас рабочие уже сняли часть асфальта. Петровский проезд в этих же планах стоит. Там достаточно сложная ситуация, потому что протяженность немаленькая и загруженность транспортными средствами довольно большая, поэтому приходится работать только ночью и с перекрытием одной из полос. Но мы темп набираем такой уже настоящий, не зависящий от коронавируса и от прочих субъективных причин. Темп набираем и рассчитываем даже досрочно, до сроков обозначенных контрактов, ремонтная работа завершена. Помимо Расторгуева, еще на нескольких участках Ленинского городского округа пройдет масштабный ремонт дорог. Так, к сентябрю тротуар появится вдоль трассы от Белокаменного шоссе до деревни Дыдылдина. В этом году планируется сдача совершенно новых выездов из 6 микрорайона и микрорайона Зеленые аллеи, а также реконструкция дороги Сопронова-Ермолина-Калиновка. Но прогнозы по ней давать сложно, так как она была передана ведомству Московской области и ремонт будет производить компания МОЗ Автодор за средства регионального бюджета. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжении темы. Долгожданная дорога, способная разгрузить основные автомобильные артерии города соединит 6 микрорайон и трассу М4. Ее строительство должно было начаться еще в 2017-м, но по факту техника появилась лишь двумя годами позже. В апреле же стройка была остановлена в связи с пандемией, но недавно работы возобновились. Наш телеканал постоянно отслеживает этапы строительства и готов поделиться новостями. Слово Татьяне Брыловой. В апреле месяце в связи с пандемией коронавирусной инфекции строительство выезда из 6 микрорайона было приостановлено. Но на днях стройка возобновилась. Снова здесь много техники, строители работают в усиленном режиме. В последний раз наша съемочная группа была здесь в конце марта. В тот момент проводился самый трудоемкий этап работы – установка водопропускной трубы через речку Бица. Четыре месяца ушло на этот процесс. На сегодняшний день этап пройден. Кроме того, подготовлено более тысячи метров основания дорожного полотна. Далее на этом участке будет насыпан щебень и уложен нижний слой асфальта. Очень сложная дорога. Я просто поясню, это не просто прямой участок, где пришел, подготовил основание и уложил асфальт. Здесь большие перепады, достигая 20 метров. Сюда днем и ночью завозился песок. Порядка 120 тысяч кубов песка было завезено. Порядка 180 тысяч метров кубических грунта было перемещено и вывезено. Но, несмотря на все трудности, строители справляются. Уже начаты работы по обустройству тротуара, который будет находиться со стороны Ермолина. На днях приступили к ремонту Донбасского моста и реконструкции Донбасской улицы. Именно здесь дорога соединит новые микрорайоны с Расторгуевской частью Видного. Один из важных моментов – сохранение экологии. Я подбирался данный участок дороги, чтобы минимальные какие-то были вырубки. Да, вырубили порядка 30 кустарников, но в любом случае, когда мы здесь все закончим, выполним озеленение, я думаю, дополнительная зеленая защита будет предусмотрена. Новая дорога будет иметь общую протяженность порядка двух километров. Выезд из города получат более 40 тысяч жителей новых микрорайонов. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. За 25 лет работы телеканала Видное ТВ в эфир было выпущено несколько тысяч сюжетов, рассказывающих о жизни муниципалитета. Сегодня все они хранятся в нашем архиве. В рубрике «Время назад» мы предлагаем вам вместе с нами открыть архив и посмотреть самое интересное. Сегодня вы увидите сюжет 2010 года, рассказывающий о том, как в Видном проходил традиционный фестиваль творчества. Традиционный конкурс-фестиваль состоялся уже в седьмой раз. В этом году поделиться своим мастерством и набраться опыта приехало около 70 коллективов из 23 муниципальных образований Подмосковья. Многие уже стали постоянными участниками творческого фестиваля. В прошлый год рядом со мной сидела женщина из Клина и помогла мне разобраться в той технике, которую я недопонимала. И в этом году я уже по ее разработкам, по ее подсказкам сделала свой мастер-класс. Так что сегодня мы его представляем, это пусин из граненого жгута. Сюда мы приезжаем уже пятый год, нам очень нравится. Здесь дух, удивительный дух радости, удивительный дух новшества. И самое главное, что здесь дается детям, самое главное, что здесь лечатся детские души, лечатся наши души. В прошлом году мы не участвовали, мы были просто гостями. А в этом году мне очень нравится, очень хорошо, очень интересно и для себя много нового. И вообще интересно, хорошо, что этим вообще кто-то занимается. После официальной части начался концерт, посвященный 65-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие творческие коллективы Центра детского творчества «Импульс» и Ленинских школ. Праздник продолжался несколько часов. Бисероплетение, народная глиняная игрушка, плетение ковриков, несколько техник изготовления кукол, поделки из природного материала. Всего не перечислить. В фестивале творчества 2010 было представлено около 100 мастер-классов. Здесь появились вот эти вот украшения, которые делают из бисера. Таких в прошлом году не было. Много интересного. Вот поделки, все это очень так интересно. Мы смотрим, вот ходим с сыном. Все очень интересно. Я еще все не обошла, но очень все красочно, красиво. И дети так хорошо все делают. Очень понравилось. Я попробовала вышить лентами коврик. И еще я плела кукол. Но там было плетение без иголок. Просто завязывали нитками. А здесь уже используется иголка. Я не знаю, что бы еще хотела попробовать. Я посмотрю и выберу. Мы уже успели сделать глиняные игрушки. Сейчас мы делаем мячики. После хотели бы пойти на бисер. Завершился фестиваль круглым столом на тему развития идеи практик воспитания в системе дополнительного образования. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok